И на данный момент, что собой представляет идеология? Идеология представляет собой сейчас пустую бочку. В советское время трактор один мужик решил угнать с завода. Он прицепил пустую бочку тросом сзади себя и поехал к проходной. Бочка гремела ужасно. Все на него накинулись. Говорит, куда ты бочку везешь? Он говорит, ну, домой хотел бочку. Он говорит, ну-ка отвяжи. И вот эту пустую бочку отвязали, а трактор через проходную ушел. И вот пустая бочка это и есть сейчас идеологические кричалки, пустота. А пора уже работать. Всем заняться одним большим светлым делом. Практически как строительство коммунизма, только круче. В чем сейчас самая наша основная проблема? Вся страна не знает, куда идти и что строить. Это самое главное сейчас. И эта сверхзадача еще была поставлена Путиным в 2012 году, когда он сказал, что я всегда первый-второй президентский срок все время думал о том, как нам сделать так, чтобы судьба России не зависела от одного, либо двух, либо трех человек. Чтобы создать такую систему, чтобы она нам обеспечивала суверенитет и была живой и откликающейся. Сверхзадача решена русскими программистами. Это соборная социальная сеть России, которая может и должна любовью захватить весь мир. Это такой мощнейший инструмент, который поможет донести нашу культуру, наше видение, русскую душу до всего мира. Это сеть, которая для работы создана, не для развлечения, не для какой-то ерунды. Ведь и интернет, он Богом послан людям для того, чтобы люди объединились на самом деле. Чтобы они смогли нормально в ней работать. Но никак не для развлечений, не для порнографии и прочего. И вот в Алдайской речи также Владимир Владимирович сказал, что национальная идея – это такая забава. Все даже после 1991 года боялись даже к ней притронуться. Что интеллигенция и правящий класс – все самоустранились. Но вот самоустранились, но не все. Есть люди, которые думали все время об этом и предлагают свои решения. На самом деле, эта проблема сбора людей, она самая основная. Вот в природе существуют такие аналоги. Это муравьи, например. Когда мы возьмем их небольшую кучку, они разбегаются, не знают, что делать. А когда мы их соберем определенное количество, там свыше тысячи штук, они сразу структурируются и начинают строить многоуровневые, сложнейшие сооружения, муравейник. Где там иерархия своя, где все работает. Ну, также пчелы. Птицы, когда собираются их немножко, они не знают, куда лететь. Но когда собирается большая стая, они также синхронно летят на юг, получают свою вот эту навигацию и двигаются дальше. Также и рыбы, и много других таких можно в природе найти. Примеров вот этой синергии, вот этого коллективного разума. Соберя всех, только можно представить, что сразу люди получат от Бога четкое задание, что дальше делать. Получив именно вот этот сигнал, соединившись с божественным замыслом, с Творцом, двинуть дальше. Чтобы наша страна смогла быть законодателем для всего мира, нам всем надо собраться вместе. Вот как раз через Соборную социальную сеть России, через такой государственный каркас, через живой организм. Ведь что такое представляет собой государственная сеть? Это именно каркас всего. Это разбрюкотизирование этого жуткого ветхого старого аппарата. Это быстрые связи, это отпадают очень много ненужных функций. Это и образование, выборы. Все можно делать в русском интернете. Все для этого готово. Остается только работать. И перестать вот эту пустую бочку тащить за трактором. Продолжение следует...